Ребята, мы проснулись в президентском люксе, сейчас я вам покажу, что здесь вообще первый раз в жизни живем в президентском номере. Настя, как тебе? Миш, давай обзор. Смотри, наобзор. Здесь три комнаты, огромное. Огромное зеркало, здесь огромный гардероб. Капец. Самый аспальтный, и ты посмотри, в основном иглу здесь. Обалдеть. У вас еще кое-что у нас. Посмотрите, какой у нас огромный просто. Класс. Вот это вид. Доброе утро, это когда вот так. Да, да, да. Грузинский дневник, день 6, в президентском номере в отеле Амбассадор. Или королевский, я не знаю, как он называется. Но это, конечно, топ. Давайте покажу, что тут есть еще. Здесь у нас рояль или пианино. Здесь реально можно заблудиться, вот еще один туалет, так понимаю, гостевой. Галя, почему у вас выход в коридор? Это специально, это черный ход, если маски шоу налетят, хоп-хоп, и ты с деньгами так, чё-чё-чё-чё. Мы сходили на спа-процедуры. Оп, и отдельный лифт, круто. У нас спа-пом, он собственный класс. Нифига себе. Круто, у вас собственный балкон. Саня, скажи, вот сейчас всем варписьмам, ты будешь нас всегда брать, чтобы мы всегда... Вам понравилось? Да! Так, ладно, и наша комната, и наша, ты показывал, я просто у меня память короткая уже забыл. Привет! Пожалуйста, а если бы я голая была? Ну, было бы хорошо. Да! А почему бы мы его не закрыли? Он должен сам открываться. Так же королевский. Пойдем на завтрак. Итак, сегодня у нас обзор завтрака. Тошечка, помидорки, омлетик, какие-то вкусные булочки. Мини-хачкури, кстати. Вот это самое прикольное должно быть. Чиз-ролл. И много-много голода. Вот это я понимаю. Так, парни, я наперед, вы как хотите. Миш, здесь как-то странно дверь открывает. Как-то не в ту сторону, Сань, что происходит? Спасибо. Вот это да. Я ни разу на Роллс-Райс не ездил. А жизнь-то налаживается? Поперло. Говорил, а не на Зерона был. Да, да, да. Александр. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ни за какие деньги мира не купишь, как сказал бы черняк. О, привет. И готовы? Как всегда. Так, мы в гольф же играем, да? В гольф. Отлично. Как пахнет травой скошенной. О, вот это поле, я понимаю. О, смотрите, реально рыба. Может, вместо клюшек удочку? Может, клюшек удочку, вообще. Василий, какие у вас хэндикапы? Вы говорят, что это такое-то, 28. Вот такие мы игроки. Блин, Сань, что такое у нас твое хэндикапы? Это фора какая для вас. Не надо нам фора, мы профессиональные игроки. Даже уже забыли, что такое хэндикапы. Да, мы знаем, что забыли. Балдель. Чайка. Мы на машину беремся, ездим Лену Тимовичу. Брежнев? Да, подарили. Ничего себе. Машина Брежнева, ребят. Ух ты. Смотри, какая она крутая внутри, да? А это чья машина? Это просто. Просто? Да, вот это на этой машине в Киеве принимали парад. Класс. Ну че, кайф вообще, слушай. А пахнет как, а? Жиль не передает. Торпеда, как у Роллса. Слушай, я вот метр 80, да, так поместился. А двухметровый не сядет вообще. Каленки здесь будут. Слушай, мне кажется, это получше Роллса. Роллс, смотри, такой тоненький. Ну ты посмотри, как классно сделано. Вот куда все это ушло. Ну круто же все сделано. Понимаете, какой здесь бассейн огромный? Реально олимпийский бассейн. Такая-то разминочная, да? Это разминочная. Сейчас мы посмотрим. У всех есть вот здесь вот эти красные эти, да? Почти у всех они точно вот на направлении. Берешь, вот где вот этот проходит, вот так делаешь. Да? Вторую. Есть люди, которые вот так делают. Есть люди, вот большинство, 80%, у них вот так. Ты стоишь вот так, вот смотри, как я стою. Вот там. И начинаешь. Я просто выйду, потому что это самое опасное, когда человек делает и возле стоит кто-то. Вот смотри, начинаешь, весь переходит на эту, да? Начинаешь. Ты можешь и до конца, до конца трудно. Очень трудно. Не надо до конца. Вот здесь сначала нормально. Начинаешь, переходит. Вот смотри, рука. Вот там уже. Движение вот такое. Вот смотри, вот такое движение. И опять в ту сторону. И перевозишь весь, вот опять, вот в конце должен весь-весь быть в ту сторону. Ух ты! Хорош! Какую крышку можно взять? Такую? Все равно. Бери вот лоськверку напряжу. Смотри. Давай. Ну нахер. Отец! Это я и говорю. Сань, можно я огонь не подарил? Ты видел, видишь? Я чуть пощак тебе не... Это было очень опасно. Близко стоим? Еб... Ох, не пугаси полетел. Вот это да! То есть у нас шансов вообще нету, да? Как вы так бьете? Просто сильно не надо. Сильно не надо? Ты с всей дурью ударил, не? То есть свободнее. Расслаблен. Да, расслаблен. Офигеть! Вот это да! Хорош! А задача как можно дальше, да? Ну, задача как можно точно. Точно. Ну, и дальше, и точно. Дальность определяется... Номер. Номер. Да, номер. 8 это сколько? 8? Где-то на 100 метров я употребляю. Так, по сути мы отсюда и начинаем. В итоге. Как выбрать клюшку? То есть здесь примерно 100 метров мы восьмерка берем. Ну давайте, для вас. Или девяточка есть. Я просто знаю, есть номер 9. Самое распространенное. Так, отходимся. Не засчитан. Это тренировка была на самом деле. Нормально пойдет. Не, а может и грыли, если засчитываем такой? Дай здесь еще разок. Давай, Саня, в этот раз ты не должен подвести нас. Не отыграйтесь. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Катни, но уклон еще заложи. Туда же. У нас есть второй победитель. Ура! Два шара в лузе. Интересный вид спорта, на самом деле. Самое главное, это классный нетворкинг, хорошие люди, интересные. Второе, это то, что ты находишься на природе и дышишь свежим воздухом. Принимаешь солнечные банды. И третий, это азарт. Вот реально, не хуже, чем игра в покер. Ну, ты красава, Сань, ты второе место у нас сейчас в нашем внутреннем турнире занял. Уже есть талант. Уже есть, да. Надо развивать, да. Надо развивать. Поедем сейчас к ребятам, которые профессионально занимаются. У них очень хороший уровень. И хотим посмотреть, как все-таки нормальные люди играют в это. Профессионалы. И на самом деле, тут реально могут быть и травмы. То есть можно и вывихнуть плечо, и по щам можно дать клюшку. Как Миша сейчас его чуть-чуть не дал. И сок, по-моему, пошел. Мяч улетел в кусты. Ребята, если его не находят, получают штраф. Но они его нашли, и сейчас будут из этого трудного положения бить. Вот нам интересно посмотреть, как это делает профессионал. Ты посмотри, куда он попал. Косить можно траву? Вообще ничего не доделай. Круто. Нормально. Кстати, офигенная тема отпраздновать так день рождения, да? Хорошая идея. Надо так сделать. У кого летом дня рождения, можно в Москве спать. Приглашайте. В России сделал. У меня просто в ноябре, как бы, ну, у меня только если будет загорено. Грузинский дневник, день 6. Стреляем по тарелкам. У нас, кстати, чемпионат, кто больше собьет тарелок. Да, тому бутылку чаще. А кто из вас стрелял хотя бы раз? Я. Я по тарелкам стрелял. У меня вообще батя военный. Я по тарелкам ни разу в жизни не стрелял. Пожалуйста, контролируйте этих алкашей. Он где-то 30-40 метров вверх поднимается, потом спускается. Надо догнать его, пока он спускаться начнет. Миш, ты говори громко, готов. Миш, ты что? Хорош! Эх! Хорош! Так, стой, стой. Не, я сам сейчас сделаю. Круто. Смотри. Так, ребят, за дело берется сын военного, если я ни разу не попаду. Пап, не смотри этот выпуск. Команды. Готов. Еще раз, готов. Второй дубль. Мужики, лишь бы пострелять, да? Вот почему. Да, лишь бы не работать. Ощущение классное. Все отпустил. Хорош! Женя, давай! Можете сказать, в чем ошибка? Почему никто никуда не попадает? Потому что далеко отпустили. Правильно не стреляют. А можете рассказать, как правильно? Мне кажется, вы сейчас тоже не попадете. Лиса, а ты сейчас... Рассказывай, рассказывай. Что надо делать? Рассказывай. Так, ну, куски отлетели. Не, куски отлетели. Ну, ты можешь? Я понимаю, молча, конечно, круто. Я профессионал, и все, да. В чем секрет? Научите нас тоже стрелять. На него не надо смотреть. Вот это ровно, долго стоять. Линию, линию, линию. Мужку надо везти. Погоняйте, перекрывайте стволами и стрелять до гонку, не останавливая ружьи. Ну, значит, не как ковбой стрелять надо, да? О, смотри, куски. Два, рядом. Готов. Хорош! Красава, два раз попал. Еще тебе две пулей. Может, у нас получится какой-то ворощиловский стрелок в команде. Как минимум. Хорош! Готов. Нифига себе мешает. В чем секрет, Миш? Все, научимся. Вот, ребята, именно в таких мелочах, ну, как в мелочах, понимая, что ты живой. Жень, ты чувствуешь себя живым? Вот это чувствуется, что настоящий коньяк, как Галин. Королем живых всех чувствуем. Ребята, как же мы душевно хорошо сидим. Ой, красота. Вот сюда, сюда еще стоять. Ребята, нереально вкусно. Миш, ребят, спасибо за такой классный прием, за вкуснейшую еду, хороших людей, классную погоду, в общем, за все. Спасибо вам, спасибо вселешнему, спасибо вот этому прекрасному краю, мы собрались здесь, радуются жизни. Спасибо. Это нереально просто. Ребят, не знаю, передается это как-то через камеру или нет, но я бы очень хотел, чтобы у каждого это было. Идем на награждение. Кто сегодня занял первое место? Кто первое место занял? Это еще неизвестно. Сау-ка-те-со мамас. Сау-ка-те-со меглбас. Сау-ка-те-со меглбас. Сау-ка-те-сам-те-сам-те-с. Секунку заставал. Для наших гостей. Кондрашов получает плиз. А украинских симпатий. Первая комната, друзья. По гольфу. Жаня, ты лучший просто. За поддержку. За поддержку, за то, что так занимаете. За ютубизацию. Инстаминизацию. И за самые лучшие удары. Первый раз в жизни. И последний раз. Вот такого не видите. Лучший драйвер новичок. Хотя бы за лучший удар, а? А мне за что, я не понял. Приехали в Грузию. Казино выиграли. Куки забрал. Коньяк весь выпил. Мы не будем возвращаться. Куки за лучший удар. Смотрите, как бы весело. Господи, а можно как-то по-нежнее ставить в свои кубки? Пацаны приехали с тремя кубками. Вы хотя бы сказали им спасибо. Сань, а как ты будешь в кукольном театре, который шикарный, считается, как большой балет у нас в России? Да, да, закрой тигар. Мы будем с очень уважаемыми людьми сидеть. А ты как будешь? В общем, ребята, мы пришли на крутейший спектакль, который кукольный театр. У них постоянно по всему миру тут кастроли. Сейчас они были в Париже, в Новорке, и мега крутые. Это не для детей, для взрослых. Короче, а снимать здесь нельзя? Да, постановщик, это сын режиссера Мимино. Мимино, да. Всех известных грузинских купленных. Очень крутой мужик. Да, если не знаете грузинский, можете получить такие штучки. Хрен попадешь, сложнее, чем большой театр. Еле-еле купили билеты. Спасибо Давиду. Давид, вообще спасибо за Грузию. Да, вообще, братан, честно. Просто я вообще, да. Грузия равно Давид. В общем, ребят, мы поели. Нереально вкусно. Рекомендую заказывать баранину, помидоры, хлеб домашний. Самая вкусная, это курица табака. Да подожди, Галь, самая вкусная баранина была. Я просто курицу не пробовал. Ну ладно, где находится? Нельзя ее показать, уже скончилось. Где находится? Галь, как найти это место? Шафтер 13. Это место театра. Театр Губриадзе. И при театре кафе. Кафе. А как оно называется? Большая. Как какой-то такой шикарный ресторан. А большие часы. И каждый час там... Выходит ангел. Ангел выходит. Вы никогда не пройдете мимо. Да, в общем, ребят, хотите вкусно покушать, посмотрите в театре представление. Приходите. По нашим стопам. Очень вкусно. И это по собственным рецептам вы нигде такой не найдете, потому что супер рецепты. Очень незаметно. Ребята, это самое старинное кафе, в котором ехалились. Тут нереально вкусно все. А это башня 92-го, по-моему, или 94-го года. Это все построил сам Резо. И внизу там кукольный театр. Тебе понравилось что-то строить? Ничего было, все хорошо, но слишком тонко. Да, Санюха. Так, это про паровозик. Про любой паровозик, а к другому паровозику. А это рядом... Так, не сполери, не сполери. А это рядом одна из самых старинных церквей. Она, кстати, ночью очень красиво подпечена. Да, очень красиво, поэтому жить в Массадоре классно, потому что ты находишься вот на такой офигенной площади со всеми всякими штуками. Да, еще мы сейчас идем кушать пончики здесь очень. Они самые вкусные. Вот за этим сюда приходят пончики, как внутри заварной крем. Огонь, да? Грузинский дневник, день 8, едем в заповедник на рыбалку. Куда вы нас вывозите? В лес? Мы едем до Гардабани, это заповедник. Со времен царской России здесь были охотничьи. И все вот знатки царской России охотились здесь. С тех пор, даже при коммунистах, здесь сохранили вот это все. Здесь хорошо охотился, по-моему, граждан тоже охотился. Шах иранский охотился здесь. Это вы у него там машину отжали? Это они, это потом. После смерти. Накачаные ребята. Так, ну и что? Что вы тут стоите? Врядом. Как рыбалка? Нормально. Здрасте. Хорошо курирует. Что ловите? Покажете улов? Ну, конечно. Что там? Окуни? Нет. Что это за рыба? Это называется усачь. А, усачь, они, кстати, крупные бывают. Санюф, усачи оказались какие-то слишком хитрыми. Поклевывают, но поймать тяжело. Оно очень сильное рыба. Что-то есть. Да, есть. Ух ты, красавец. Дай-ка его. Вот, ребят, смотрите, какой усачь красивый. Еле-еле ты зацепился. Миш, тебя вон дедушка облавливает, как ребенка. Как в детстве, да? Ага. Слышишь, на деревянном помосте. Кони гуляют, дедушка вы... Солнышко вышло, да, кайф вообще? Вон, видишь, рыба плавает, ее видно? Ну, а на вещи она, хоп, проверила какую-то букашку. Наконец-то, Миш, у тебя получилось поймать хоть что-то. Это вторая рыбина, я не знаю. Кто-то что-то клюнуло. Что там, сон? Да. О, хороший, самера. Нормально так поперло. Что, подсакало? Клеют как из пулемета. А усачь почему-то нет. Что там? Ох ты, карасище. Даже конь охерел. Да, в общем, ребята специально разводят фазанов и выпускают их каждый год. По 200 штук примерно. И мы сейчас поучаствуем в отпуске на свободу. Красивая птица, да? Ага. Поохотился бы на такого, Сань? Да жалко, блин. Ну что, Саня, торжественный выпуск. Смотри, смотри, как он почесал. Все. Ну что? Я неопытный в отпускании, да? Я думал, он полетит. Он побежал, он больше бегает, да? Они бегают, да, не прячутся. А вот, смотри, кто это вообще? А это кто? А, перепелка. Во, смотри, голубя поймал. Кубанская охота в присутствии великих князей Александра Михайловича, Сергея Михайловича, брат Николая II, а еще Фиделька. Перепелочка. Не сгорит она на таких углях? Да. Как думаете, это вкусно будет? А мы рыбу будем жарить? Следующий, да? Вот сом. Сом? Отлично. Сома хорошая шашлыка. Съели рыбу, остался еще кролик. В общем, когда приходите к грузинам гости и сидите за застольем, никогда не ешьте очень быстро, потому что блюдо приносится постоянно. На протяжении непонятно какого времени оказалось, что после перепелок был сом, а после сома еще и будет кролик. Мы уже на перепелках наелись, а еще чахобили были и фазан. В общем, смотрите, ребята, как разводят в неволе кабанов, для того, чтобы они расплодились в этом месте. Вы их с кахетей привезли, да? Да. А как мальчик с девочкой в неволе? Показывай. Давай. Показывай. А у нас, кстати, ребята пробовали к такому кабану пускать свинью. Он ее запорол, ну, зарезал. Они уже не дикие получаются? Вот когда ее поймали? То есть привыкл уже, да? Кабан у вас вырос? Ух, какой. Так, берите детей от экрана. Что это? Все? А ну, что? Самое интересное, да, не показал. Тони, расскажи, что происходит. Я делаю виноград. Правда, не сезон, но для вас делаем вино. А когда мы вообще пришли? Это что там? Здесь у нас бар, иногда по вечерам идет диско. Вот здесь рождаются новые танцы даже. Ну, мне нравится оформление. О, это клевери или как он поправил? Да, 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 типа такие. У нас бы эти бутылки на дискотеке долго бы так не лежали. Джонни, у нас бы эти бутылки выпили бы в первую же дискотеку. Да. Давай, Джонни, за то, что вы делаете историю, вы делаете красивые места. Давайте. Давид, за тебя тоже, потому что ты делаешь историю. За ту землю, за то небо, за то настроение, которое здесь существует. Вот это все вместе, вот эта энергия дает нам и радость, и смех, и горе, и печаль, и надежду, и драйв. За тех бизнесменов, которые это делают не ради денег. Да, ради души, потому что ради денег такие вещи не делают. На самом деле, мне нравится, как прям арт-объект такой, да? То есть заходишь и понимаешь, вот посмотрите, как здесь оформлено все. Как будто ты в погребе. Вин вот. Ребят, сегодня мы отправляемся домой и обязательно хотим взять с собой грузинского вина. Выбор вин в Грузии просто сумасшедший, поэтому мы сейчас вам расскажем, как это сделать правильно. Смотрите, в магазине выдаются такие карточки. И на этих карточках, ну, как бы, баланса никакого нет. И все вино из ассортимента можно пробовать. Да, здесь на самом деле самообслуживание, то есть вы просто вставляете карточку, выбираете дозировку и смотрится здесь, как раз указана цена. То есть она зачисляется вам на карту. Давай вот эту пробуем. Давай. Давай с моей чаржим, да? Да, пока твои выборы. Вот таким образом мы выбираем то, что будем забирать с собой домой. Мы сейчас подегустируем различные вина. Здесь можно купить и граб, и, в общем, все, что хотите. И водку, французскую водку, и вот шампанское. Тут есть низ. Пойдемте. Пойдемте. По своим владениям. Произведение искусства, так сказать, да? Хорошо. Ничего себе. Миша, тут подземное царство. Кландайк, я бы сказал. Так, почему здесь лежит дерево? Это не дерево. Что это? Это окаменелая лоза. 9 миллионов лет. Это музейный экспонат. 9 миллионов лет? Да, да. Ахалтихский музей нам подарен на юбилей. Айдзимберовича. Сколько лет этим бутылкам? 135 лет. Эти вина, вот эти крайние два, они в царской России изготавливают. Все эксклюзивное, да? А какая самая дорогая бутылка есть? Есть собственноручно изготовленный бывшим президентом Михаила Саакаш. Вина, с его подписью для первых лиц. Так, ладно, мы не теоретики, мы практики больше. Да, потому что... Перейдем в дело. Вина как книги. Чем больше читаешь, тем грамотнее становишься. Вот это классно, да. Моркань, можно пускать. Таким образом и выбираются вина. Покажу, чем забиваем мы чемоданы. Это Биоли вино. Помните, мы отдыхали в Валнес-курорт? Это вот Шато-Зигани, да? Шато-Зигани, Зигани. Да, очень вкусное вино. И вот белое тоже Шато-Зигани. Это вот Роме со Стасией мы везем. Это тетмарине я беру. Остальное нам. Кстати, из Грузии можно вывозить 4 бутылки на человека. Поэтому мы берем 8. А вы сколько берете? Мы по 3 взяли. Мы 6 берем. Самое главное, что ты привезешь домой вино, и у тебя не получится ситуация, когда ты его открыл, попробовал, а оно оказалось кислое, либо сладкое, и тебе не понравилось. То есть ты можешь здесь, за недорогой, просто попробовать любое вино и выбрать как по цене, так и по вкусу, какое тебе понравится, и везти домой то, что ты хочешь. Прям супер. В Москве мне такой истории очень сильно не хватает. Да, и при этом ты можешь просто время классно провести. Либо ты можешь просто притерянуть и классно провести время. Спокойно ходишь, дегустируешь по этой карте, и потом на выходе просто напрасно оплачиваешь то, сколько ты из расходов. Ребят, мы перепробовали уже очень много вида, на самом деле. Я очень люблю красное вино. Все-таки мой фаворит это красное вино. Ну вот не знаю. Саша тоже, кстати, красный. Катюха вот берем так из себя. А можете это запаковать, чтобы мы довезли, это нормально? Вот, смотрите, какую крутую тему придумали. Кислородная такая упаковка. Сюда вставляется бутылка. И можно кидать даже на пол, не разобьется. Класс. Кстати, можно кинуть, да, на асфальт, ничего не будет. Настя, грузи. Классический предполетный расклад чемоданов. Масло кахетинское. Чучела, похлоба. Это просто бомба. Это сванская соль. Понюхай. Это приправа. И сухая аджика. Вот она. Знаешь, мы как челночники летим. Тебе это не смущает? Нет. Давид, но все-таки частичку Грузии мы с собой заберем, да, и немалую. Спасибо тебе. У меня что-то слезы снимаешь? Да. Но это круто было. Давид. Спасибо тебе за прием. Ты нам показал Грузию, наконец-то. 10% посмотрели, ребят, поэтому еще 90% впереди. Это на 10 хватит, да? 25. 25. Мы же развиваемся. Закладываем 25 лет, да. Так, следующее у нас что будет? Мы едем добывать золото, мы едем в горы, будем пахать землю. С чего Грузия начиналась? Точно, да. Истоки Грузии. Все, ребят. Наташа забыл поцеловать. На этом наш выпуск подходит к концу. Оставайтесь с нами, будет интересно. Пишите в комментариях, чего вам не хватило, что снять в Грузии. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!